Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем рисовать классическую мужскую рубашку, сырочку, которая тоже у нас станет базой в мужской гардероб, будет активно использоваться. Рисовать будем достаточно классический вариант, но потом от него можно отмоделировать за счет рукавов, за счет манжетов и за счет планок и воротников очень-очень много всего разнообразного, но тут, как говорится, на вкус и цвет. Я буду использовать мужской шаблон, вот такой, ссылочка на него у меня есть под этим видео. Также вы найдете там и другие шаблоны, мужские, женские и детские. Можете использовать, пожалуйста, специально создаем такие шаблоны, еще прислушиваемся, если у вас есть потребность в каком-то конкретном шаблоне, напишите нам. Мы постоянно занимаемся разработкой, вот добавили беременную женщину, добавили малыша до года, добавили лицо для того, чтобы можно было разрабатывать макияж и прически. То есть можно просто распечатать и делать какие-то свои пометки и зарисовки. Все шаблоны в формате PDF, и вы получаете PDF в формате А4, вы можете его распечатать на половинке А4, на полном А4, распечатать столько штук, сколько нужно рисовать на компьютере, они универсально везде открываются, и на телефонах, на планшетах, на смартфонах, везде, в общем-то, сможете их открыть, PDF универсальный. Вот, и использовать это очень-очень удобно, поэтому если вам нужны шаблоны, пожалуйста, обращайтесь, у нас есть бесплатные шаблоны, у нас есть, как я их называю, условно платные, потому что, ну, они стоят 33 рубля, и, ну, это действительно очень дешевая цена, когда вы получаете шаблон полностью в свое распоряжение, можете им печатать столько, сколько его нужно, то есть он получается ваш, и рисовать столько эскизов, сколько вам нужно в неограниченном количестве. Вот, соответственно, мы также всегда рады предложениям, какие вам еще шаблоны показать, что сделать, потому что, ну, действительно, это очень важно и нужно. Итак, я в этот раз начинаю рисовать немножко нетрадиционно для себя самой, начинаю рисовать с воротника, у нас будет воротничок-стойка, и, то есть, это вот задняя часть воротничка, соответственно, даже несмотря на то, что достаточно близко к шее, не может человека удавливать воротник. Вот она моя стоечка, да, то есть вот так вот я ее рисую, и уже поверх этой стойки мы будем делать сам воротник. То, что у меня вот это лишнее, вот это многих пугает, я знаю, не бойтесь, просто надо убрать потом усики, это совершенно нормальная история. Соответственно, если мы говорим с вами про стоечку, она у нас будет еще вот так вот сюда выступать, вот так вот, вот так вот, и, как правило, вот здесь будет все-таки полукруглая часть, вот так, вот, а здесь уже будет вот сам воротничок. Вот это некрасивая вещь, легко убирается, в обводке есть, оп, и уголок не торчит. Если мы сейчас просто сделаем, вот что я нарисовала. То есть я нарисовала заднюю стойку, которую мы будем чуть-чуть видеть, когда будем смотреть, только она будет вот так вот покороче. Вот эти моменты все надо обязательно сейчас аккуратно прорисовать, и будет она еще короче, тихо. Не может быть такой, вот, вот так. То есть это линия перегиба, вот она туда будет уходить. Вот эту точку можете помягче нарисовать, можете пожестче, но, в принципе, она и так, и так может быть. Так, еще чуть повыше. Вот, и в целом сейчас все немножечко вот так понизим. Вот. Это у нас с вами получается рубашка со стойкой, да. И теперь на эту стойку мы с вами уже сможем нарисовать воротничок. Здесь я сделала, потому что у нас будет с вами пуговка, да, она будет немножечко выходить. И это тоже важно. Вот так. А вот. Соответственно, размер стойки, размер воротника, это очень индивидуальная история, поэтому я не буду здесь говорить ничего универсального, но это вот пример. Обратите внимание, как я начала это рисовать, а именно что вот со стойки. На мой взгляд, это более удобный вариант по рисунку. Вы можете, конечно, рисовать с основой. Я всегда начинаю обычно с основой рисовать, но вот именно в рубашках суть часто именно в воротнике, потому что основа там достаточно базовая. Мы ее делаем. Теперь смотрите, воротник мы раззеркаливаем. Вот так. Вот. Вот этот воротник у нас уходит на задний план. Вот эту часть мы с вами соединяем. Окно, обработка контуров нам нужна. Вот она. Соединили. То, что вот здесь у нас получилась лишняя точка, мы ее удаляем. И вот эту планочку опять на задний план отправляем. Правой кнопочкой мыши монтаж на задний план. Вот она ушла. Вот эту часть немножко корректируем. Не должно так быть. И, соответственно, этот уголочек тоже чуть-чуть приподнимаем. Если требуется, немножко корректируем изгиб. Вот у нас с вами получился воротник. На воротник нам нужна пуговка. Я не держу стандартный набор пуговиц. Хотя, наверное, надо уже завести, потому что постоянно рисую пуговицы. Что-то просто на это время тратится. Вообще можно завести отрисованные пуговицы какие-то и открывать их как символы. Ну, то есть сохранять их как символы, например. И в нужный момент всегда открывать. Ну, либо как я вот так вот. Раз и пуговица. На, соответственно, 0,25. И сожмем, чтобы размеру так сгруппировать. Вот она, наша пуговка сюда встает по размеру. Размер пуговицы обычно там где-то около единички 0,8-0,7 надо смотреть. И здесь 0,3-0,4 на воротник, если они у нас с вами пришиваются. Теперь рисуем основу. Здесь нужно смотреть, какая у вас задумка. То есть, какой будет рубашечный, не рубашечный, приталенный, не приталенный. То есть, рубашки, они очень разные бывают. Ну, давайте такую более классическую, более прямую нарисуем. Она, как правило, будет иметь вот такой вот выгиб. Потому что так удобнее вставлять это все в брюки. Тоже я долго не могла понять зачем. Ну, вот потому что так удобнее. Вот этот выгиб присутствует. И в брючке оно все вот так будет вставляться. То есть, соответственно, одно дело, когда мы на рубашку смотрим просто так. Другое дело, когда мы будем действительно смотреть на эту рубашку, одетую на мужчине, она будет, скорее всего, заправлена в брюки. И видеть мы ее будем по-другому. Она будет вот в этом моменте у нас присобрана. Здесь будет небольшой напуск, здесь будут небольшие складочки. Просто это нужно помнить. Планки. Бывает с планкой, бывает без планки, бывает супатная планка, когда она, ну, грубо говоря, двойная, и пуговица находится между двух слоев ткани. Надо обязательно смотреть, как там и что. Вот. Так. Теперь рукав. Рукав тоже. Объем рукава нужно смотреть. Вот здесь, как правило, небольшой напуск получается. Но, как правило, это необязательное условие, в зависимости от того, какая у нас с вами модель. И вот здесь он может быть с глубокой проймой, не с глубокой проймой. С рубашечной проймой, когда такая спущенная, тоже нет универсальности, зависит от потребности. Вот. Небольшой напуск я и сделала, да. Но он не должен быть прям огромным. Он вот чуть-чуть. И вот здесь уже будет манжет. Манжеты тоже моде подвержены. Когда-то они больше, когда-то они меньше. Но тут уже надо смотреть. Вот. Как правило, вот здесь еще будет планочка к манжету. Сейчас, секунду. Вот так будет планочка. Вот. Ее отрисовали. Ну и вот здесь, конечно же, на манжете будет пуговка. На дорогих рубашках будет запонка. Тогда вы оставляете просто дырочки. И рубашки, как правило, продаются тогда с такими узелками, связанными их шнурочков. Просто показывающие, что в этом месте должна быть запонка. А запонка уже будет отдельно, как... Иногда это ювелирные изделия. Ну, в общем, они разные бывают тоже. Вот. Допустим, я обозначила, что у меня будет планка. Ну, давайте сделаем классику. Вот у меня будет планка. Так. И на планке будет... Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Семь пуговиц. Чуть-чуть пониже сделаю. Вот так. Угу. Очень далеко. Еще одна хитрость, которую мы делали во время работы. Работали с мужчинами. Три, четыре, пять, шесть, семь. У которых животик. И для того, чтобы животик так ярко не было видно, добавляли на уровень живота дополнительную пуговку. Поэтому, когда мужчина садился, то у него там ничего нигде не светилось. И выдерживала эта пуговка дополнительную нагрузку, которая создавалась, когда мужчина садится и, соответственно, животик туда упирается. Хитрость, да, но тоже надо. Так что возьмите на заметку. Можно туда пришить просто дополнительную пуговку. И она не так бросается в глаза. Она, как правило, получается над ремнем брюк, вот здесь. Когда мужчина садится, не раскрывается. Потому что, я думаю, что вы видели. Присаживаются, такая дырка получается некрасивая. Классическая мужская сорочка. Давайте можем добавить, например, карман. Видите, программа подсказывает, где я попадаю в линию, где я не попадаю. Соответственно, вот кармашек тоже. Вот так может располагаться. По отстрочкам. Я сегодня, наверное, говорю одни банальности, что все индивидуально, все индивидуально. Но действительно, вот сказать то, что обязательно будет карман отстрочен, я не могу. Но, как правило, конечно, они отстрачиваются. Если мы его откроем. Вот, чтобы поровнее было. То есть, будет отстрочка поверху. Вот такая будет отстрочка. Вот, вот так. Соответственно, будем ее рисовать самым тоненьким пунктиром. 2, 2. Так, что будет? Вот здесь по краю будет отстрочка. Так, так, и так. Криво. Вот. Все отстрочки на рубашке, как правило, одинаковые. Вот. И вот тут будут закрепки. Закрепки я рисую маленьким прямоугольничком. Соответственно, вот так. Вот, это закрепка. Вот она может быть чуть потолще, чуть потоньше. Такие вот закрепочки будут ставиться. Планка тоже есть отстроченные, есть неотстроченные. Рисуем с вами отстроченную планочку. Для этого вот так раз. Вот так. Два. Все пуговицы не должны перекрываться линией отстрочки, потому что пуговицы у нас находятся сверху. Это мелочь, но об этом нужно помнить, потому что будет некрасиво. Вот. Воротник и стойка. Тоже там вечно по-разному. Мы рисуем отстрочку. Как понять, как же действительно нужно делать? Самый лучший вариант, который вы можете сделать, это пойти, просто взять, пойти в магазин, который продает мужские сорочки того типа, который вам нужно отрисовать. И просто вот их, ну, прям посмотреть. Если вы стесняетесь, скажите, мне нужен там в подарок папе, мужу, брату, кому-то. Просто посмотрите, потом скажите, ой-ой-ой, мне нужно обязательно еще вот свериться, я сейчас пойду посмотрю, там с мамой поговорю. Ну, если вот прям стесняетесь, если нет, просто приходите и говорите, ой, покажите мне, пожалуйста, вот эту сорочку, очень бы хотелось ее посмотреть. Не надо, конечно, говорить, что вы для цели там аудита и так далее, но вам все покажут, все расскажут, посмотрите на разные воротники и так далее. Можно под благовидным предлогом сказать, что вот мне надо посмотреть и все посмотреть. Так, там все отстрочили, тут все отстрочили. Так, что у нас тут еще может быть отстрочено? Может быть отстрочена планочка, я не буду ее отстраивать, не хочу, чтобы она была отстрочена. Ну и низ, конечно же, низ одной строчкой. Если в футболках всегда у нас двойная отстрочка, здесь будет одна. Почему? Потому что там коверлок в подгибку, а здесь будет просто подгибка. Ну а дальше с этой основой можно мудрить делать все, что угодно, все, что захотите. Вот у нас основа. Так, опять по теням. Что мы можем нарисовать? Можем оставить так, тени будут необязательны. Можем нарисовать базовые тени по вот, соответственно, вот здесь. То есть внутри вот здесь у нас всегда теневой сегмент. Потому что, ну как вы понимаете, если цилиндр приблизительно себе представить, вот оно здесь будет. Внутренняя часть и вот под воротником. В принципе, я не буду рисовать тени. Я вот сейчас посмотрела. Не нужны они здесь. Просто получилась базовая рубашка, не требующая тени. Можно рисовать на шаблоне. У нас такой мужской манекен, когда руки немножко расставлены. Тоже вариант. Но я предпочитаю рисовать все эскизы на едином шаблоне. Если что, то нужно рисовать дополнительную развертку, либо вид сбоку. Потому что, когда встает вопрос, а как это все будет смотреться, я могу открыть другой эскиз и все вместе это соединить. Что на самом деле очень классно. Итак, у нас получилась с вами мужская белая сорочка классическая. Какая у нас еще есть классика жанра? Стraped short или русским языком говоря. Это будет сорочка в полосочку. Очень популярна белая-голубая полосочка. Прям вот топ-топ-топ. Выбираем. Там, кстати, обычно используется достаточно такой глубокий синий цвет. Просто в сочетании с белым он дает оттенок. Вот такая штучка. И, опа. Так, эскиз мы сгруппировали с вами. Сгруппировать. И давайте посмотрим, как это все будет смотреться на эскизе. Белая-голубая полоса. У меня сейчас она получилась достаточно крупная. Не пугайтесь. Манжеты, как правило, имеют направление под 90 градусов. Соответственно, нам нужно повернуть. А именно на 90. Только что? Только да. Не повернулось. Делаем еще раз. Так, сейчас, секунду. Такое иногда бывает. Нужно выбрать ее еще раз. Поворот. Ок. И воротничок. Тоже, как у нас тут все будет это располагаться. Часто бывает, что вот эта часть, например, стойка другого оттенка. Другого цвета. Или будет однотонного цвета. Сейчас мы ее тогда подберем. Вот так, например. То есть она будет синяя. Воротник. Воротник заливаем. Но вот так он будет некрасивый. Здесь обязательно нам с вами сейчас будет подобрать, смотрите, направление. Потому что вот так оно будет располагаться. И вторую часть тоже самое. Подбираем на глаз. Можно, конечно, посчитать проценты. Ну, точнее, не проценты, а угол. Я обычно не считаю. Я подбираю на глаз. А вот здесь у нас с вами будет горизонталь. Это надо все очень аккуратно проставить, чтобы это все было. Вот. Пуговицы. Тоже мой лайфхак. Я все пуговицы обычно группирую внутри эскиза в одну группу. Таким образом вы сможете их легко перекрасить единым монолитом, что очень удобно. Классические пуговицы для такой сорочки будут белые. Либо же мы можем предложить вариант того, что мы бы хотели, чтобы они были у нас синие. Все пуговицы будут синие. И, на мой взгляд, достаточно она такая агрессивная получилась по размеру. Теперь я беру инструмент волшебная палочка, выбираю все, что у меня залито полосочками. И делаем двойной клик. Говорим, что мы хотим, чтобы она была на 50. И вот она стала потоньше. Смотрите, не залили вот эти части. Их тоже надо обязательно залить. Вот так. А вот. И пуговицы тоже у нас с вами вылетели. Их нужно сгруппировать с этими пуговицами. И, конечно же, сделать им единую заливку, чтобы они все были одинаковые. И вот у нас уже с вами получилась рубашка, с которой можно дальше работать. Это, например, такой рубашки, которая вот в полосочку. Ну, крайне популярная. Какие у нас еще популярные рубашки? Популярные рубашки, например, в клетку. Имея вот нашу с вами основу. Вот такую клетчатую. Давайте из нее полосочку, точнее, сотворим клетчатую. Рубашку. На самом деле там нет ничего сложного. Они очень разные бывают. Как правило, не делают ткани под самого клиента. Ну, хотя и такое встречается. Это очень сильно зависит от того, какого объема у вас партии. То есть, если хватает объема, то под вас все сделают. Если объема не хватает, под вас, конечно же, никто ничего производить не будет. Но почему бы и нет. Допустим, мы можем придумать свою какую-то клетку и вот с этой клеткой уже пойти в заливку. Вот. Соответственно, я сделала рапорт, его собрала. Теперь мою рубашку копирую. Вот. И, соответственно, вхожу в группу в режим изоляции и заливаю все это клеточкой. Моя рубашка стала клетчатой. И вот здесь уже можно сколько угодно всяких там клеточек, размеров, всего остального. То есть, вот, например, у меня это получился синий такой момент. Теперь мы можем взять и вообще более простым способом. Вот у меня есть полоска. И дальше, например, сделать эту полоску. Вот сейчас говорили о том, что опять в моду входит сиреневый. Ну, входит сиреневый, так входит с сиреневый. Дополнительные параметры. У нас вот он, цвет нашей полосы. И мы можем его с вами... Так, это не тот цвет. Сейчас, это не тот цвет у нас, это цвет, который задненько. Вот. Смотрите. Рубашка сейчас будет автоматически... Вот она, видите, поменяла оттенок. Вот, например, она у нас будет вот такая сиреневая. Все нам подходит. Говорим окей. Окей. Вот. И у нас получилась одна рубашка голубая, одна рубашка сиреневая. Сразу все перекрасилось, и пуговицы, и все остальное, все замечательно. Или, например, мы можем сделать здесь уже ручное перекрашивание. Очень у нас, вот, когда работали, красиво смотрелись рубашки, такие коричнево-синие. Главное только цвета подобрать. И они тогда прям бомбой смотрятся, абсолютной. Вот. Сейчас мы как-нибудь вот так сделаем. Вот. И будет тоже очень интересный эффект. Надо только цвет подобрать. То есть это вот отдельная такая история. Когда мы подбираем с вами цвет, желательно такой холодный. Вот давайте... То есть тот же рапорт, просто поправили его немножко по цвету. И теперь возьмем нашу рубашечку. Двойной клик. Выбираем всю нашу красоту заливки и перекрашиваем. В чем плюс такого перекрашивания? Сразу сохраняются все направления, все-все-все. Вот видите, она какая стала. Такие рубашки действительно очень популярны. И вот можем вот так. У меня тоже было много скепсиса. Я могу сейчас понять некоторых, да, то, что скепсис вот такие рубашки. Действительно, вот сине-коричневые рубашки пользуются достаточно большой популярностью. Хорошо продаются, хорошо носятся мужчинами. Они, кстати, не очень маркие. И многим нравится. Ну, я здесь, в пример, сделала клетку. Это могут быть и горошки. У нас, кстати, был пример синяя рубашка с бежево-коричнево-синими горошками. Очень классно смотрелось. Ну, это как пример. Это классические такие моменты. Всякие маленькие микрожаккардики, доби и так далее. Оно все здесь, конечно же, будет использовано. Но базу мы с вами нарисовали. Самую-самую базу это белая мужская рубашка. Рубашка в мелкую голубую полосочку. Рубашка в мелкую голубую клеточку. Там я вот дала вариант. Можно сюда там любые принты и так далее. Это уже пойдет такая более дизайнерская работа. Имея этот эскиз как основу, как базу, вы можете дальше там его крутить, вертеть, добавлять вторые воротники, цвета стой, карманы, видоизменять, как хотите, увеличивать манжеты и так далее. Это основа работы с мужскими рубашками. На этом все. Пишите комментарии, если у вас появились какие-то вопросы. Если вы что-то хотите порисовать, не забывайте подписываться на мой канал и на данный плейлист. Здесь уже больше 90 эскизов отрисованных, которые вы сможете посмотреть в Adobe Illustrator. А на этом все. Пока-пока.